Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! И все зрители моего канала! Наконец-то и в Сибири наступила жара! Жара у нас стоит уже примерно 3 недели, без единой капельки дождя. С одной стороны это радует, но с другой не очень. Теперь я понимаю жителей юга, потому как с неделю назад и у нас начали желтеть все растения. Той воды, которую мы поливаем, недостаточно, для того, чтобы они оставались точными и зелеными. Но тем не менее, лето есть лето! И достаточно с нас было холодной весны! Посмотрите, как все растения догнали по срокам созревания! Приятно посмотреть! Вырос картофель, его мы уже подкапываем и едим. Цветут цветы. Цветов на моем участке очень много. Я всегда вам их показываю. Очень жаль, что они цветут периодами. То розы, то георгины, то гладиолусы, то турецкая гвоздика, то лилии. Но на данный момент весь участок разноцветный и очень красивый. А какой стоит аромат! Больше всего меня радует на этот момент, конечно же, георгины. Розами мы уже полюбовались. И лилиями тоже. А вот георгины и махровые, и простые. Простые, но очень и очень обильные. Сорт называется «Веселые ребята». Вот такие вишневые, розовые, а желтые – это уже махровые. И все они однолетние, поэтому выращивать их очень просто. И всем рекомендую посеять на рассаду в будущем году. Они очень здорово украшают участок. Собираем огурцы. Вернее сказать, уже и насолили, и наелись малосольными, и даже угостили всех соседей. Цветет турецкая гвоздика. Вот там далее у забора я высадила в этом году декоративные подсолнухи. Они без семечек, но очень махровые и желтые. Создают красивую живую стену. Зелени у меня тоже уже очень много в заморозках и в засолках. Это третий урожай, поэтому местами грядки уже пустые. А вот томаты мы собираем урожай в течение двух недель. Очень радуют меня в этом году томаты черри. Это черри красная вишня. Посмотрите, какие огромные индотерминатные кусты. Плоды очень сладкие, диаметром 2, иногда 3 сантиметра. Обильные, как грозди винограда. Плоды этих сортов пригодны только в поедании в свежем виде. В засолку они не идут. Томаты очень сочные. Поэтому их любят ребятишки и взрослые. А вот это томаты желтые черри. Они немного крупнее, чем красные и менее обильные. Нижние кисти уже отплодоносили и я их обрезала. Остаются только по 5-6 верхних. Но думаю, до конца августа они отдадут свой урожай. В конце теплицы у меня высажены огурцы. Сорт ранний, апрельский. Тонкие, длинные огурчики с хрустящим вкусом. Очень сладкие, салатные. Эти огурцы также не идут в засолку. Только в поедании в свежем виде. Но беда их в том, что если вы не сорвали их в течение дня, они превращаются в гиганты, просто в кабачки. Поэтому нужно постоянно за ними следить. С другой стороны теплицы меня радует сорт бабье лето. Это оранжевые крупные плоды. Очень и очень обильные. Кусты усеяны и буквально ломают ветки от тяжести. А вот это третий сорт черри. Афра черри, по-другому шоколадная черри. Сорт самый сладкий. Он намного слаще и красного, и желтого. Естественно, все помидорки краснеют прямо на кусте. Так как лето в Сибири короткое, и томаты у меня в основном индотерминатные, а соответственно это лианы. И если не обрезать у них макушку, они будут расти и расти и расти. И тогда пострадает урожай. Поэтому макушки я обрезаю в начале августа. Об этом есть видео. И все мои томаты краснеют на кусте. Если вы хотите, чтобы тоже ваши томаты стали краснеть на кусте полностью, посмотрите обязательно, что я делаю со стволом. Ссылка на видео будет в описании. А вот это томаты Петруша Огородник. Куполообразные. Как колпак сказочного персонажа Петрушки. Томаты вкусные, с плотной шкуркой. Идут в засолку, если их срывать небольшими. И для салатиков, если вырастить крупными плодами. Кроме того, из крупных сортов у меня еще есть бычьи сердца. Их я показывала вам в сюжетах. Масса таких плодов достигает 800 граммов за каждый плод. Но они тоже салатные. Вот так выглядит мой участок. С дачи не хочется уходить домой. До чего же все красиво. Все цветет, благоухает. Если бы нужно было лето оставить на круглый год. Но, к сожалению, такого не бывает. Огурцы на моем участке растут в трех местах, как и в том году. Это пирамидка. Урожай своих огурцов я уже показывала в отдельное видео. Кому интересно, какие сорта я выращиваю, я также ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Сортов много. Восемь. Это и парус, и голубчик, и фараон, и журавленок, и некоторые другие. Каждый год я меняю сорта огурцов, чтобы поэкспериментировать и выбрать самые лучшие. С того года мне полюбился больше всего фараон F1. И в этом году все сорта у меня также гибридные, самоопыляемые. Пригодны и для поедания в свежем виде, и для консервации. Естественно, что на моей даче растут и все остальные овощи. Свекла, лук, зеленый и фиолетовый базилик, кудрявая петрушка, сельдерей, шпинат, щавель, который мы срезаем уже третий раз, укроп. Вот такой лук на сегодняшний день. Он уже начал покрываться настоящей шкуркой. И буквально через недельку отпадут зеленые перья, и лук можно будет вытаскивать на просушку. Лук в этом году я посадила луговской, алтайский. Для зимовки я его не сохраняю, только для поедания осенью, так как у меня нет погреба. И, конечно же, почти созрела морковь, сорта шантане и нанская. Ее я высаживаю каждый год. Малина дает свой урожай уже практически месяц. Наварили мы уже и варенье, и заморозили с сахаром и без. Ну а сейчас я хочу показать вам свои кабачки. Кабачки в этом году я посадила трех видов. Сорт золотинка, негритенок и традиционный грибовский. Вот это сорт золотинка. У него даже листья золотистого цвета и очень-очень обильная листва. Отличается этот сорт ярко-желтой листвой и ярко-желтыми плодами. Шкурка у плодов тонкая, семян мало. И если кабачки молочной зрелости, можно шкурку не счищать и готовить прямо так любые блюда, запеканки. Очень хорошо подходят эти кабачки для того, чтобы поедать их в малосольном виде. Хорошо плодоносят. Второй сорт это негритенок. Сорт темно-зеленый. Шкурка плодная. Хранятся долго, до наступления холодов. Также обильный урожай. И окраска зависит от того, насколько попадает в солнышко. Если солнышко попадает под прямым лучом, то и окраска у кабачков пятнистая. И даже листики тоже в пятнышко. Если это теневая сторона, а окраска у кабачков темно-зеленая. Сорт также очень хороший. Всем советую. Семян мало. Много белой мякоти. И традиционный сорт грибовский, который я выращиваю на протяжении всей своей жизни. Этот сорт знают все. Он очень-очень урожайный. С плотной шкуркой. Кабачки также хранятся до самой поздней осени. У кого есть хорошие подвалы и подполе, можно хранить всю зиму там. Но единственное, после Нового года кабачки уже становятся непригодными в пищу, невкусные. Ну что ж, давайте вернемся к моим цветам. Расцвели все розы. А роз у меня более 50 кустов. И красные, и белые, и розовые, и фиолетовые. И сейчас начинают цвести гладиолусы. Двухцветные. Это очень-очень красиво. Не знаю, почему так рано они у нас зацвели. Обычно они дают цвет к первому сентября, когда ребятишки уже идут в школу. Вот эта роза, если вы помните, алтайская. В прошлом году я ее показывала, заказывала с Алтая. Она также двухцветная. Это турецкая гвоздика. Многолетка. Всем рекомендую ее посеять. Цветет она по 3-4 года. Расползается очень хорошо и образует яркие, красивые бордюры. Белые пушистые розы. Это розы кустовые. Высотой они 60-70 сантиметров. Трава ваткрасные саранки. Это тоже многолетки. Как и вот эти розовые. Размножаются сережками. Это сибирская роза. Очень крупного размера. До 12 сантиметров. Ароматная. Все вы видели мои пионы в предыдущем репортаже. Естественно, они уже цвели. Но тоже занимают достойное место на моем участке, как и красные махровые маки. Смотрите, какого размера эти розы. Хочу показать вам их прямо на ладони. Потому как по видео непонятно. А какой аромат. Просто прелесть. Розы я тоже советую посадить всем хозяюшкам. Ведь они многолетние и в принципе не требуют большого хода, как и вот эти пятнистые тигровые желтые лирии. Цветут себе и цветут. И лишь только между многолетними кустами я подсаживаю астры, однолетние георгины и цинии. Цинии тоже у меня в этом году. И махровые, и простые. Поэтому участок пустым никогда не бывает. Это ярко-розовая. Роза тоже салтая. И даже при морозе минус 45 градусов я ничем их не накрываю. Достаточно снега. Поэтому своим участком я в этом году очень довольна и по урожайности, и по цветению. Всего вам хорошего, дорогие хозяюшки. Хвастайтесь вашими достижениями. Пишите ваши комментарии. И до новых встреч. Хороших вам урожаев.